Ха-ха-ха! Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов. Посмотрите вокруг. Я знаю, многие подписчики просто в диком шоке, когда видят, что у нас как бы вот так. Ну вот, ребят, в таких вот условиях мы живем, в таких условиях мы работаем, и в таких условиях мы отправились вот в этот необычный лес, ребята. Дело все в том, что здесь есть городская легенда. Причем оператор ее знает, и то, что вот когда вот начинается такая вот поздняя осень, предснежные, вот все вот эти истории, в этой местности якобы обитает снежный человек. И, естественно, это полный бред, я считаю. А оператор говорит, ой, нет-нет-нет, у меня там дед видел этого снежного человека, он ему палец откусил. И то, что у того деда мизинца нет, у него фиг его знать, как он его мог потерять. Какой нафиг снежный человек? Нет, а то, что подписчик нам написал комментарий. Вот в этом комментарии? Ну, да, написал. Ну, это городская легенда, я ее в детстве тоже слышал. И, чтобы доказать обратное, пойдем прямо вглубь леса. Вот еще, между прочим, здесь можно металлосбором заниматься. Видал? Находки подо льдом скоро будут. Кстати говоря, у нас есть целый плейлист, ребята. Посмотрите, мы вот в снежный период ищем находки во льдах, чем вы там только не находили. И вот такого металла добра очень легко выскать. Пойдем искать снежного человека. Да его здесь нет. Пойдем. Самое главное, что у меня есть сегодня все необходимое для того, чтобы разбить лагерь. И я научу вас выживать в тяжелых условиях леса. Чтобы разбить лагерь и выживать в тяжелых условиях, прежде всего нужно подобрать место. Вы должны внимательно, оператор, ты меня слушаешь? Да. Внимательно подходить к подбору местности. Сегодня у меня вот есть такой необычный ИРП. Турист, охотник, рыболов. Мы будем на твоего снежного человека охотиться, оператор. Так. Вот идеальное место для того, чтобы разбить лагерь. Потому что здесь, видишь, здесь есть настил. Он будет нас оберегать от снега. Вот так вот. Вы, ребята, если что-то видите подозрительное, то, конечно же, пишите об этом в комментариях. И если вы тоже знаете какие-то необычные места, где какие-то городские легенды или какие-нибудь чудища водятся, то пишите об этом в комментарии. Я тоже вам привет передам и ваш комментарий в видео добавлю. Так. Вот таким вот образом мы разбиваем лагерь. Вот. Все. Лагерь готов. Вот так вот. Все. Отличный лагерь. Слышишь? Ау. Да что у тебя какой-то лагерь, палатка-то сратая? Ты задолбал постоянно использовать это слово. Что с тобой не так? Как по-другому-то выразить? Ну, тяжелые условия эксплуатации. Мы выживаем в самых тяжелых условиях. Ты надоел. Вот и палатка такая. Так, для лагеря нам необходимы дрова. Давай, иди, умник, насобирай на хворост. А ты что будешь делать? Я дальше буду работать в лагере. Да блин, где этот хворост найду-то? Все деревья, все ветки, они сырые. Что? Это что за следы? Это следы снежного человека? Надо сказать, Лия. Та-та-та-та-та-та-та. Слышишь? Че? Там следы. Ну, понятное дело, здесь же всякие. Снежного человека. Ты что, эксперт по снежным людям? Ну, там такая обезьянья, горилля, рука, как у снежного человека. Откуда ты об этом знаешь? Вот пусть мой монтажер вставит реальный след снежного человека. И скажи, он похож на тот, который ты тут видел? Похож. Реально вот такой? Да. Здесь, в этом лесу? Да. И там он кончается у дерева. Он, возможно, охотится на нас и прыгнет с дерева на нас. Это я на него охочусь. Это я на него. Турист, охотник, рыболов. Я охотник. Смотри, что у нас лежит в РП. Ты турист в этом лесу. Я не турист, я выживальщик. А чем питается снежный человек? Ну, если ты говоришь, что следы похожи на гориллу, то бананами? Не знаю. Не важно. Смотри, зато чем питается турист, охотник, рыболов. Смотри, сколько здесь у нас всего прикольного. Суп гороховый с копченостями. Что такое? Дождь пошел? Какой дождь? Не знаю. Я говорю, это он прыгает где-то. Да и оператор, хватит меня пугать. Что ты чушь несешь? Берем ложку. А вот это самое сложное. В зимнее время там нужно вот аккуратно с этим. Потому что если намокнет, то все, капец, всему просто. Не сможем поесть. Нету никого тут. Что ты придумываешь? Так. Вот так вот. Сделаем. Вот так вот все настроим. Я эксперт, ты не переживай. Какое животное бы это ни было, я эксперт. И я тебя спасу. Ну это какой-нибудь кабан, наверное. Ну что ты, кабанов не видел, что ли? Там ни такие следы, ни кабана. Да ладно, ты просто переволновался. Сейчас тебя покормлю, все будет классно. Вея, больной, думаю только о еде. Смотрите здесь какие гигантские следы. Вот если, вот это, допустим, правая рука. И вот моя рука. М? Вот мой след. Вот след снежного человека. А это вообще шерсть, походу. Смотрите, тут еще шерсть. Жутко. Да блин, Вера, давай пойдем отсюда, мне вообще жутко. Че? Давай удем отсюда. Ты замолчи, а, ты видишь, я суп готовлю, и на меня какая-то падаль падает постоянно. Короче, ребят, напишите в комментариях, у оператора там что, совсем крыхан поехал или что? Я научился готовить суп, его не проливая. Вот, это гороховый с копченостями. Смотри, здесь реально копчености лежат. Морковь. А где копчености-то, я видел? Там прям кусок бекона был, по-моему. Вон он, опять утонул. Бекона? Да. Вон, вот. С мясом говядины написано. А ты, Конанда, не Гагарина? Ну, мне вроде бы, ну, синятина. Да екарный бабай! Брата, если это все твои шуточки, и ты мне портишь... Какие шуточки я снимаю, перед тобой сижу? А я готовлю суп гороховый, это куда важнее, наверное, да? Займись уже этим вопросом. Сейчас тебя приготовят. Да никакого ты... Если ты будешь вот так, несерьезно относиться к таким вещам... Я очень серьезно отношусь. Я готовлю гороховый суп. Ты хотя бы понимаешь, что будет, если его неправильно приготовить? Ты можешь себе представить? Понимаю. Вот. Подумай. Подумай об этом, оператор. Если тебе не так важен гороховый суп, как мне... О, погибло яблочное. Да. Это мое любимое тактие. О, с этими... С галетами это просто какое-то объедение. Вот. Ой, какого много. Дальше. А-а-а. 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 Я дождь снимать не буду. Не буду. Но окрошить так где-то самое можно, да, получается? Что за дичь-то оператор? Я не понимаю сегодня. Сейчас я, короче, супа поем. И я эту тварь найду. Я что-то слышал, мне кажется. Слышал? Иду. Я тебе говорю. Я уже прям вне себя от злости. Потому что я обожаю выживать. Я очень люблю кушать на природе. Это самое дорогое для меня в жизни. И если мне какой-то кабан мешает, я возьму его и это... Надпинай ему. Понятно? Слышишь? А? Что? Там дерево шатнулось. Ну, кабан ходит, говорю же. Тут кабан. Обыкновенный кабан, оператор. Да ты посмотри. Не видишь? Не вижу. Ну-ка. Все, сынья. Тебе капец. Че ты? Пойдем пришибем этого поросенка. Почему поросенка? Спаси. Это кабаны чешутся так об деревья. Это нормально. Где он? Там был. У этого дерева. Вот у этого? Какого-то, да. Сейчас там никого нет. Точно? Как свалил, он испугался, он его закричал. Ну-ка, брызь отсюда! Брызь! Ну, скажи, это вот это дерево еще тоже сниженный человек повалил, да? Так же, пошатал и повалил. Кто знает. Я знаю, что это чушь все. Пошли есть гороховый суп. Вот. Внизу закипает. Увидели пузырики. Помешали. И вот можно прям есть. Ва-а-а! Смотри, оператор, какая! Такой балдеж получился, а! А как бы ты без ИРП выживал? Это невозможно. Невозможно? Ни один выживальщик в мире тебе скажет, что без ИРП выжить невозможно. А как еще? Да, собственно, и зачем. Какой кайф-то? Здесь кайф-то он в этом. В горохом на супе. Нет, Вит. А? Нет, Вит. Как нет? Другая еда тоже есть. Гороховый суп – это самый лучший суп, я считаю. Он и вкусный, и это. И полезный, да? Очень полезный. Знаешь, как он чистит, когда шло? Знаю. Оооо. Празднал я недавно, в замкнутом пространстве. Смотри, вот про этот видеоролик? Да. Где мы под землей готовили гороховый суп? Там все гороховое было, ты специально взял. Да. Гороховое выживание я бы заслал. Она. Ты мне это хоть оставь, пожалуйста? Нет, 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 нет. Да не печеньку, а суп. Что он, Вит. Опять он? Снежный человек твой? Угу. Ну, пошли. Потом доем. Хватит есть. Нет, я доем. Очень вкусно с зубками, это мой любимый. Сейчас палку побольше возьму, уже разберусь. Потому что уже это невозможно. Во. Сейчас с этим дрыном. Где звук был? Опять там же где-то. Пошли поближе подойдем. Вот. Вот эта елка шаталась. Угу. Ну так, если честно, какой-то незнакомый мне звук. Как-то, не знаю, не очень похожа на снежного человека. Ой, не очень похожа на животные. И твоя тогда бестолковая идея про снежных людей меня немного напрягает. Смотри, мне жутко вообще. Смотри, вот там есть какие-то следы. И это явно не мы оставили. Потому что мы там не были. Молодец, да? Угу. Пошли, пойдем по ним. Они ведут в наш лагерь. Эти следы ведут в наш лагерь. Что? Что? Какого? Какого макара? Кто-то сожрал мой гороховый... Оператор, ты вообще порзел. Это ты сожрал мой гороховый сул. Я тебя просил оставить. Я сам не наелся еще. Ты вообще оборзел, что ли? Нет, подожди. Там же на камере было записано, что когда мы уходили, я половинку оставил. Я вот не видел. А подписчики, напишите, было такое или нет. Я помню, что половинку я оставил. А ты все это время был со мной. Это говорит о том, что здесь кто-то есть. Так ты мне не верил. И этот кто-то умеет пользоваться ложкой. Так что ты точно не копан. Возможно, это леса. Да все, Виа. Нам валить отсюда пора. У тебя уже крыхан едет. У меня? Да. Почему? Потому что леса не может ложкой есть. А мой монтажер тебе покажет обратное. Вот смотри. На картинке видно, как висает ложка. Да? Понял? Блин. Давай, кончай и фигню нести. И выбирай. В каком мире мы живем? Там, где нужно выбрать говядину тушеную или гуляш с картофелем. Выбирай. Я за гуляш. Я тоже. Окей. Ну и все, что? Приоткрываем консерву. И ставим готовиться. Знаешь ее что? Это ты сожрал варенье? Скажи повидло. Нет. А кто? Ты мне вот намазал чуть-чуть. Столько я попробовал на камеру. Да я тоже столько же ел. Столько тебе намазал. Кто сожрал варенье? Лиса? У тебя, да. Может и лиса съесть повидло. Ты дурак. Как лиса может съесть повидло? А суп может ложкой, да? Погнали отсюда. Все. Хорошо едет. Это нет. Это просто. Это фигня, когда испаряется. Фигня, когда это испаряется. Бывает немножко действительно контрит. Подожди. Ты выпил адаптон? Перед поездочкой с прошлого РП остался. Выпил, да? Все понятно. Будешь? Нет. Ой, дураек. Ну и зря. Слышал? Угу. Это что за звук? Это явно не лиса. Опять и с той же стороны. Этот звук знакомый. Да это ты пердишь. Отчего? Ты не пердел? Нет. Ты же ел. Я вообще не ел гороховый суп. Это ты? Я тоже не пердел. Если я пернул, я бы сказал. Ага. Что? Да и отзыв оттуда доносится. Если это не ты и не я. Это лиса? Это снежный человек. Ну если это снежный человек, то у меня есть для него кое-что. Что? Смотри. Опа, на. Я-то. Ты же сказал, что я сегодня охотник. Откуда звук шел? Так, тихо. Прислушиваемся. Охотник должен уметь слушать. Все. Есть. Ой, блин. Опа, на. Офигеть. Это что такое? Реально снежный человек. Натуральный. Куда побежал? Ты его видишь? Вон там, где ты видел. Где? Я не вижу его. Потерялся. Офигеть. Реально снежный человек. Он запрыгнул на дерево, по-моему. Да? Угу. Это он, походу, кидал на нас этот снег. Я и говорил тебе, а ты мне не верил. Да как в такую чушь-то можно поверить? Я скорее поверю в лесу, которая ложка ест, чем эту дичь. А? Короче, надо вызывать эту бригаду. Какую бригаду? Какую? Эту. Та-ра-та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Ну, мне кажется, если он будет приближаться... Мы это почувствуем. Да это и объясни. Ты можешь какой-то хоть серьезной ситуации не есть? Смотри. Смотри. Оп. Оп. Ой, какая вкуснятина получается. Я тебе что объясню. Мы с тобой ведем здоровый образ жизни, правильно? Ну и что? Не курим и не пьем. Это очень важно. Еще и спортом занимаемся, здоровительными вещами. А стресс в организме есть. В любом случае, в таких условиях работать как бы стресс будет. Поэтому это такой вот антистресс. Кто-то кулит, кто-то пьет. Это неправильно. Это очень вредно для организма. А я кушаю, чтобы заедать стресс. Это нормально. Это тоже неправильно. Почему? Просто. То есть, по-твоему, лучше пить и курить? Нет, лучше спортом заниматься и ходить, гулять. Ну, заедать стресс неправильно. Подожди, а что? Ты все время живешь. А по-твоему, спорт это антистресс, что ли? Да. Ага, я однажды спортом занимался, ногу сломал. Вот так антистресс был. Вот ты что, это, толстый стал после этого. Может быть. А тебе-то что надо? Ничего. Я зато очень умный. Оставь ему к еду и все. Что говоришь? Оставь еду мне и все. Оставить еду. То есть, как обзываться, так ты жирняй. А как жрать охотно, так... Я не поел, вот я и злой. Возьми только галет. С ним вкуснее. А еще я в ИРП очень люблю либо лагу из овощей, либо игру из кобачков. Это очень вкусно с галетами заходит. Ты мне объясни. Вот ИРП, это рацион питания, и он рассчитан на сутки. Ты почему его за пару часов-то всегда съедаешь, а? Во-первых... В одного, тем более. О, 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 здорово! Ты что? Привет у вас... Да, я, короче, это... С обеда на обед, короче, вот не успеваю. Понятно. Я тебе что звонил? Да. Мы, короче, прикинь, видели здесь черного типа какого-то... Я бежал вот пока вот у него, короче, там прикол, что? Что? Там, короче, это... Лиса с ножкой бежит. Серьезно? Я к тебе отвечаю. А еще там, короче, это... Понятно. Там куча. Куча? Я наступил. Не покопил. Что? Я не понял. Там реально лиса с ложкой была? Подожди, ну если... Лиса с ложкой съела мой суп... А еще, это иронично, короче. Это рыжая, а ложка зеленая. Прямо уделяю, что он бежит. Нет. В натуре зеленая ложка? Вот такая? Не могу себе разглядеть, не мог, но зеленая. Подожди, если лиса съела мой гороховый суп и украла мою ложку, то в кого мы кинули гранаты? Снежного человека, как я и говорил. Что вы несете, дебилы? Дай пожрать уже. Кто его кипает, давай есть. Да ешь на здоровье. Я тут загадку решаю. Снежный человек. Ребят, напишите мне в комментариях. Зачем я тебе помогу-то? Зачем не буду. Ну, перчатки у меня есть только. Ты снежный человек? Ты как лиса? Что-то я ничего не понимаю. А ты хоть сфоткал ее, нет? Нет, не успел, быстро побежал. Ладно. Вот, это как, это... Два обеда, короче. Да пожалуйста, хоть три, мне не жалко ведь. Мне хоть один оставьте. Обед? Ты не обедал? Понятно. Не обедал, да? Нет. Я у тебя остался. Ну вот. А ты думал, а что, холодная что ли? Я же на огне и открытом готовлю. Мне дарелку в столовой дают холодную. Понятно. Так. А никуда напрягает вообще происходящее? Напрягает очень. То, что там лиса с ложкой бегает, да? А что, это ненормально? Лису. Ты фотку-то не видел, что ли? Лису я не видел. Этому типу я не верю. Что? Тебе я тоже не верю. Как не верю? Я же тебе фотку показывал. А кто ее прикрепил туда? Ты? Монтажер. Вадим Шлак у нас монтирует ролики уже полгода, если что. Старый монтажер с ума сошел. Не немножко, он реально в дурке лежит. С которой ты сбегал? Я сбегал? Да. Эта история вообще-то умалчивала. Думаю, там один на другого поменялся. Каким образом? Некуда. Некуда? Нет, не взяли. А растапливать надо. Так, слышишь? Я тебе говорю, напрягись. У нас здесь снежный человек. Да, верю. Я тоже видел. Много. Вообще, если честно, я тебя... Нет, я не буду. Я жир не ем. Я буду. А, ты просил отставить? Нет. Ну ладно. Короче. Во-первых, мы с собой никогда не оставляем мусора. А во-вторых, я тебя позвал не пожрать, а это. Что за звук? Разобраться с снежным человеком. Оттуда идет звук. Это, это снежный человек. А, черт, бежим. Бежим, берем на лампу. Давай. Черт. А, Владимир Шмак упал. Он упал. Давай, бежим, оператор, бежим. Ребята, короче, это полная жизнь. Ни в коем случае не выживайте просто. Просто так. Это может быть очень опасно. Лучше подписывайтесь на наш канал. И смотрите такие крутые ролики каждый день. А с вами был я. Микстант Исмаилов. И не жени. Увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok